Где народился, там и сгадился. Так, в самой простой форме можно сказать про героев информационной акции «Прытягнение», которая сегодня распочалась в Гомельской области. Я ее мэта рассказать об людях, которые счастливо живут и працуют на своей малой родине. Как реализовать себя в разных сферах и при этом не дорваться от родной земли. Расскажут люди разных взрослых, профессий и интересов. Первыми уделниками проекта стали молодежи, хары Хойницкого района. Нашего первого героя, головного агронома, к суп-эксперментальной базе «Строличева» Вольгу Ярац мы сустрели на складе Насенне. И не выпадкова, зараз полным ходом идти по сяунная. С керунником господарки Владимиром Бондаром она обмерковала ход одного из самых важных этапов полевых работ. Для их это другая по сяунная на посаде головного агронома. Шерах обовязка у Вялеки, працонный день починается у 6-го один ранец и завершается поздним вечером. И девица девчина этого не завсёды хопает, как выконать всё необходимое и запланованное. Минулогодняя дебютная посадная, кажется, была ещё больше складанной. Добро, что коллегия в поле этого основным мужчины завсёды допомагали и с правой, и с парадой. В этом году не тяжело уже, просто было в том году тяжеловато, а в этом уже нормально. Уже знаешь, уже опытно набралось, уже легче. Слуцкий медколледж по темпраца по профессии у Гомеля и Хойника, служба у войску, где таксама займауси медициной. И всё ж таки, крывая лёсу, вывела Михаила Анискауца ближай до дому. Зараз он живе у вёсцы Казялужа разом с батьками. Худка плануя переехать у свой дом, який зараз ремонтуя. Працуя помощником урача у Гленищанской амбулаторы. Гэто у 18 километрах от Казялужа. Добирается на уластный малто. С початку до мужчины-фельдшера пациенты АИХАМАЛЬ-2000 относились с невеликой настярогой, а зараз целком доверяют. Да раньше покидать родные мястины Михаила Нисковец не сбирается и далее. Думал немножко в столицу податься, но всё-таки как-то дом больше меня тянет. И решил устроиться здесь, там, где вырос. Люди здесь хорошие, всех знаешь. И так в дальнейшем планирую также здесь работать. Полина Ходас, выхованка Хойницкого центра культуры. Менавита тут, ёй привили любов до творчасти. И калі стал выбор, кім стать, долга не думала. Узяла метавая на кераванье, отправилася поступать у Минску, Белорусский державный университет культуры и мастатства. Столицу покидала со спокойной душой. Уродные Хойники верталася с радостью. Молодая, инициативная, энергичная. Своим импетом яна заражая и своих вучняв. Кераунитство, подшинание своего молодого культорганизатора, подтримливая и дае волю для самой реализации. Не так давно по линии Ходас доверили отказную работу. У рамках международного проекта у Хойниках организовали курсы театрального майстерства для дятей и дорослых. И девчина их узначалила. Премьерный спектакль «Жихары Хойника» убачили минулой зимой. Мы поставили новогоднюю сказку «Это таинственный зимний лес». Был большой аншлаг, очень много людей. Мы сами не ожидали, что столько желающих будет посмотреть эту сказку. Дети с удовольствием участвовали. Было 50 человек участников только. В минулом году в Хойницком районе до працы приступили больше за 130 молодых специалистов в разных сферах. Частка из них, конечно, покинуть район после отпрацовки. В основном это не мясцовые уродженцы. Свои участия застаются на Малой Радиме. Их это притяжение связано не только с подшутцами, а и с умовыми, которые для их створают. На сегодняшний день мы с полной уверенностью говорим о том, что молодые специалисты к нам приезжают и закрепляются, и остаются на территории района. У нас нет вакансий и нет кадрового голода по таким сферам, как образование, культура, здравоохранение мы тоже уже закрываем. Ну и для молодых специалистов у нас создано на нашей территории практически все. Во-первых, самое главное и важное – это жилье. Каждый год у нас строится один дом для молодых специалистов, и им дается либо однокомнатная квартира, если это семейная пара, то двухкомнатная.